Трудящиеся Ярославского полиграф-комбината, как и все советские люди, изучают решение Июньского пленума Центрального комитета Коммунистической партии, посвященного очередным задачам идеологической работы партии. О том, как ярославцы претворяют решение пленума в жизнь, рассказал секретарь промышленного обкома партии Геннадий Палч-Лисов. Мы повсеместно наблюдаем возросший интерес молодежи к учебе, к изучению марксистско-ленинской теории. В области, по примеру, передовых рабочих коллективов начался поход за получение общеобразовательных, технических и экономических знаний. В этом году тысячи ярославцев сядут за партии вечерних школ рабочей молодежи, заочных и вечерних учебных заведений. Ярославль, ставший родиной первой в мире женщины-космонавта, не только крупной промышленной, но и значительный культурный центр, имеющий свой театр, филармонию, писательское отделение с многочисленным и талантливым литературным активом, многочисленное отделение Союза художников. В ответ на решение пленума творческие работники и творческие коллективы нашей области стремятся прославить нашу прекрасную родину, нашу партию, ее гигантский труд по коммунистическому воспитанию советских людей.